За время своего существования этот парк стал излюбленным местом отдыха жителей микрорайона. По поручению главы Сочи здесь будут обустроены новые зоны отдыха, спортивные и игровые площадки. Но пока важно сохранить то, что есть. Отмечены случаи, когда вандалы разбивают урны и стенды, но безопасность в скором времени будет обеспечена. Для этих целей сейчас в парке устанавливают камеры видеонаблюдения. Камеры 8-мегапиксельные с 4К разрешением, очень мощной ночной съемкой. Контент с данных камер непрерывным потоком по волоконно-оптической линии связи аккумулируется в едино-дежурном диспетчерском центре города Сочи, где диспетчера в круглосуточном режиме имеют доступ ко всем видеокамерам. При необходимости можно просматривать как онлайн-запись, так и архив. Всего в парке будет установлено более 30 таких камер, после чего начнется работа по дальнейшему развитию сквера. Установят дополнительное освещение, станет больше скамеек и элементов благоустройства. Также планируется провести Wi-Fi и построить новые зоны отдыха. Сейчас ведутся работы по поиску мест на территории парка для установки спортивных сооружений различных. Это и воркауты, это и, возможно, какая-то игровая зона, зона активности. Это тоже необходимо. И это в перспективе, это процесс трудоемкий, долгий. В перспективе это будет реализовано. Развитие парка позволит привлечь сюда больше посетителей, а значит, многолюдно тут может быть и по вечерам. Это тоже хорошо с точки зрения безопасности, говорит Сергей Сирадж. Он часто приезжает в этот парк с бытхи специально, чтобы потренироваться. Здесь подходящая местность для бега и есть много тренажеров и турников. Я думаю, что камера видеонаблюдения, безусловно, важный фактор, и он должен быть. Но в первую очередь нужно повышать популярность этого парка, чтобы формировался фактор общественного контроля. Чем больше нас сюда приходит, тем меньше здесь будет наркоманов, алкоголиков и так далее. Активисты, которые следят за порядком в парке, есть. Они высаживают цветы, общаются с посетителями, просят не сорить и убирать за собаками. А еще проводят разные мероприятия. Инициативу проявляет и директор 44-й гимназии. В центральном районе вообще такого парка нет. Он единственный такой большой парк, который можно использовать на всех городских мероприятиях. Мы на себя берем инициативу к Масленице провести здесь большое городское мероприятие. К организации мероприятий подключаются и общественники. Они уже говорят о возможности зонирования и преобразования сквера в популярную площадку. Есть конкретные предложения, идеи, очень интересные. Многие общественные организации тоже заинтересованы в проведении мероприятий на этой территории. Вопросы о реализации таких перспектив уже на карандаше у руководства города. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.